здравствуйте меня зовут арсен это моя жена карина мы родители даны ей 3 годика и у нее сахарный диабет 1 типа уже два года как мы узнали вообще все нормально было я забеременела все было хорошо то есть обычная семья мы жили как обычно и детство у нее было не то же самое обычное там обычные простуды зубы колики все по стандарту и где-то ближе к полутора годам да мы вот как раз поставили прививку вот после нее какая-то началась непонятное ощущение что ребенок все время какой-то не такой и усугубилась это ближе к весне к маю месяца это сейчас помню это было 1 мая ну конечно до этого начались симптомы я сама лежала в больнице я сильно заболела и лежала больниц почти три недели и с дочкой были моя сестренка и муж и они уже начали мне говорить писать в какой-то момент что мол да она начала часто просить воду и часто ходит в туалет я думаю ну может быть это связано с тем что они купили бутылочку пути покупали какую-то бутылочку тут розовую сосочка до что и нравилось пить нам казалось что и нравится именно вот этот процесс я говорю все прячьте эту бутылку убирайте будем просто из куриц пить они убрали и сестренка пишет она все равно пьет она может говорить залпом выпить стакан воды но для ребенка которому даже только два исполнилось выпить залпом стакан воды по идее то многовато и через какое-то время мы ее только начали отучать от памперсов то есть например ночью она могла спокойно ни разу не сходить в туалет такие были счастливы и потом муж пишет да ты сказал что она начала протекать до что она часто ходила в туалет у меня начал протекать памперс ночной на это нереально чтобы она она же протекла то есть она просыпалась пила писала пила писала пила писала и так до бесконечности а и у нее еще был этот на очень много ела постоянно голодный поезд через минут 10 опять просят через минут 10 опять просит и она все все это не маленькими порциями она могла вот стакан ой чашку фруктов сесть тут же она съест плов потом хлеб попросил при этом не набирала нас летом она была худая и я выписалась из больницы буквально пару дней побыла дома я посмотрела что это явно что-то нездоровое и мы а им загуглилась симптомы часто ходят в туалет слабый ребенок хочет спать постоянно ест туда-сюда и мне в гугле реклама вышла проверьте с высох я думаю классно мы на следующий день проснулись 1 мая ничего не работает и мы поехали шевченко держинского нас центральный олимп поехали единственную работу посидели полтора часа народу было тьма сдали анализы счастливые поехали покушали позавтракали погуляли на стриж куда она отвели и приходят результаты это мы как раз глобусе сидели и да мы пришли в парикмахерскую детскую и она уже это пятка сидел какая-то полувялая я помню приходят результаты и я открываю ее мы сдали тощиковый сахар и сразу гликированный мы сдали тощиковый сахар был 9 гликирован уже было 12 и то есть это я сразу начала всем писать группа так-то так-то и дни мама тетя пишут может быть ошибка лаборатории нужно передать его не могут так ошибиться потом мы приехали домой посидели дома переговорили чуть делать я параллельно еще записывалась к платному эндокринологу ближайшая запись была через три дня хорошо что мы сразу поехали мамина мама написала своим знакомым ей написали все типа спокойно собирайте вещи с ребенком то все хорошо или нет и надо ехать на алкансаре наводили все мы приехали вечером ночью на госпитализацию там стандартные процедуры взяли сахар у нее сахар хай на сразу госпитализировали пятичасовая это вот капельница с инсулином ночью приехали утра дождались еще же праздники вот это первое потом мы лежали пока был 7 9 и врачи особо толком не было уралу римовна была она стандартно все потом утром нас проконсультировали как жить ставить эти вот шприц ручками инсулин иголки вот эти вот огроменные то есть в принципе она терпеливая и было первое время нормально это потом уже у него больно и стандартно они в три часа ночи приходят в пять прокалывать пальцы ну тоже мало мне кажется такого классного и я вот об этом лежала тоже думал как мы будем дома то есть и мне теперь дает 18 летние просыпаться в три в шесть и не знаю но первое время конечно ты работаешь чисто на адреналине там прокалывать пальцы надо надо мне кажется от этого устаешь быстро а ну и плюс когда поступили в больницу было вот это вот было ощущение ну как ты приезжаешь больницу приезжаешь больной тебя вылечивают и ты уезжаешь заново здоровым а с диабетом не так ты приезжаешь условно больным тебя просто учат жить как жить с этим недугом дальше и отпускают домой с этим ты уже должен как-то дальше разбираться сам помощь врачей она ну я так считаю это мое мнение помощь врачей она дает только базовые вещи а дальше уже как с твоим ребенком все же мы индивидуальные и как дальше будет с твоим ребенком известно будет только тебе поэтому самое главное чтобы родители в этом начали разбираться и хорошо мы месяц жили на глюкометре просто но нет я так не смогла бы то есть мы идем гулять я сижу и думаю какой у нее сахар либо там низкий либо высокий а по ней не скажешь по маленьким детям вообще не заметно что с ними происходит и вот это вот бесконечно данной иди сюда и брала палец спиртом чик прокалываешь вроде там 5 а потом ты думаешь 5 и держится или 5 спускается через полчаса опять чик и там уже 7 и ты думаешь а что дальше то есть вот живешь в каком-то неведении а что дальше спустится там поднимется или нет полный короче только темнота да да сто процентов сенсоры помпа сейчас до помпа вообще облегчить все эти девайсы которые помогают с сахаром с компенсацией они максимально упрощают жизнь для родителей маленьких детей это сто процентов да ну вот мы через месяц я говорю все я не могу больше так жить я не могу жить просто вот от прокола до прокола игру нужно что-то делать мы списались в чате со всеми вот сульфия вот она кстати первую либру давайте как я вас проконсультирую там это то помогла настроить все небо и земля ну конечно первое время я поняла что какие ужасные качели то есть ее вот так вверх резко вниз опять вверх вниз то есть на глюкометре непонятно там ты не видишь какой реально там пик был ты же верю мереждоиды через два часа условно там не было этого и потом реально вот эта работа в совокупности дала нам кликированный за лет у нас был 5,7 то есть мы три месяца мы жили вот у нас там идеально конечно были свои вылеты там потому что мы не спали ну и не спи но сейчас уже спим да вообще полу и мы три месяца до не спали потому что страшно засыпать ну ты не спишь так или иначе ты не спишь в любом случае даже если у тебя ровный сахар ночью ну да все равно проверяешь это все на инерции у меня даже выделить не срабатывать я сама хлопаю нормально спим дальше наверно надо сказать что мы стараемся по очереди дежурить ночью потому что маленький ребенок и так далее но справедливости ради это бывает 70 на 30 70 процентов всех ночей дежурит карина 30 если честно я постараюсь подключаться в этот процесс первое время он капец я подежурю ночью игру ладно все могу спать да через полчаса растет вставай вставай как у меня сахар растет я говорю коли сколько я не знаю а мы взяли ручку бориса и потом мы встали на очередь на пол пока дождались и сколько мы год полтора год да ну тоже мы не сразу ее поставили мы прошли школу помпы мой данный обе керами мы помпу получили в мае в мае получили помпу сразу там расходники на год дают помпу школа диабета сразу айда не обе кернигу нужная школа диабета она сразу в очередь и все мы поехали в туда туда же на алтон сарина во вторую там прошли и в целом страшно было к помпе особенно когда сказали что если загиб и вы понимаете то есть вы не понимаете что загиб и сахар не спускается то надо там еще раз подколоть через два часа еще раз типа кетацедоз привет и короче было из-за этого страшно и первый день когда мы там поставили у нас случился загиб на сахар до 25 я сидела думаю может я неправильно посчитал туда-сюда через два часа уже это на улице давайте быстро снимайте помпу давай этот снимайте квик сет следующий раз установим я снимаю там вот такой загиб он просто зашел уже криво вот так как крючок ну ладно пошли на второй день помпы у нас опять загиб ну короче все дни пока проходили на все время был загиб я уже в отчаянии думаю что делать я смотрела есть же разные не квиксы милу есть потом шуати вот эти вот всякие всякие я думаю может такие попробую и все но мы не поставили сразу мы в мае получили пока все прошли я летом решила все вот эти загибы 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 этого нет летом такого счастья не надо на лето мы убрали в дальний ящик и поставили вот в начале в конце августа в конце августа все заново поставили я уже сделала все как мне советовали в чатах вот этих классный человек заморозьте говорит квик сет на час и потом пристреливать я так сделаю все и в целом первые две недели на бомбе ужас полный потому что с непривычки же из еще пока организм привыкнет туда-сюда это вверх-вниз 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 и пока подстроишься подберешь правильные дозировки с едой разберешься вот эти все углеводные коэффициенты как что и более-менее разбравшись я поняла все прелести потому что пойти гулять для нас это обязательно пол сумки еды сто процентов потому что ее валит и валит и должен постоянно останавливать инсулин подкармливаешь потом на помпе удобней в том плане что допустим пошел гулять остановил подачу или там убавил заранее и не надо бесконечно подкармливать ее на ручках такого удовольствия к сожалению нет ты там поставил одну дозу ждешь пока закончится действие а тут или там доколол в моменте понял что ошибся с дозой доколол потом надо там убрал вот в этом плане вообще полный я поняла прелесть помпы с учетом того что она полностью ручная мне кажется если попробовать другую которая ну последних закрытые петли вообще поддерживаю не на разные на вкус и цветка хочешь на 20 дней ставь там такой сенсор хочешь там побольше ставь такой поменьше хочешь ставь такой разные программы мы пробовали до хочется я к чему мысль начал хочется сказать просто для тех у кого есть точно такие же тоже проблему у кого такая же ситуация с сахарным диабетом и кто еще не пришел к технологиям да вот к девайсом которые помогают облегчить жизнь хочется сказать им ребята не бойтесь это правда оптимизирует ваше время ваши нервы даже если это стоит там каких-то денег это в любом случае помогает вам в общем это очень круто ребят пользуйтесь пользуйтесь всеми новыми технологиями вот потому что мы правда мы искали смотрели ну опять же не буду там прям мы это вот все жена в основном я очень рад что но мне повезло что у меня супруга там в этом плане как сказать ну включенная маму да 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 может быть может быть моментами я не знаю согласись это или нет может быть чересчур да 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 тревожно да ну и я думаю что мы балансируем и я типа там условно наоборот чересчур могу где-то забить быть равнодушным не совсем равнодушным то более спокойно далее относится к этому с холодной головой у меня наоборот вот это что да короче баланс классные классно что ты находишь это все и вот посыл завершить чтобы мысль нет любой пользуйтесь да неважно какой-то сенсор там будет за 13 тысяч тенге или за 45 тысяч тенге в любом случае вы потом найдете для себя тот который будет полезен именно вам выгоден вам вам удобен и так далее так далее ну начните сенсоров хотя бы там дальше уже помпы и все остальное это очень классно нет просто по идее диабет вот я считаю что это бомба замедленного действия это нет такого что ты можешь через десять лет сказать стоп остановись я буду следить ты должен это делать изначально ну то есть как к этому осознанно подходить потому что если ты забьешь на каком-то этапе дальше будет уже сложнее наверстывать там до 100 процентов как цепочка потянет за собой другие болезни и так далее и так далее ну если не диабет не совсем страшно это не скажу что все ты только заболел тебя ступня отрежут но ты кстати так и думала же вообще не ну как нет ты же не больше нет я переживаю больше много нога там диабетическая стопа там все почки вот с такими дырками ночью разговоры в три часа ночи и чтобы исключить эти разговоры кстати вот сенсоры помпа о супер нет без них вы даже не поймете что на самом деле происходит контроль через полоски он был актуален лет ну сколько двадцать назад да и очень печально что он до сих пор актуален у нас да то есть странах европы запада полоски это просто типа приятный бонус да 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 у них там насколько я в курсе им там сенсорадо видом выдают и помпы на 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 любая технология это склад будущее ребенка потому что если не сейчас принципе потом нет потом тоже можно но вы не будете покупать они понимать все ясные картины потому что чтобы разобраться вообще как работает все это мы месяцами месяцами сидеть там блин одно приложение настроить иногда целый вечер уходит строгой все подписывайтесь на канал ставьте лайки колокольчик скажи подпишитесь на мой канал доча дает это твои же твоя тема надо тебе сказать ну ладно стесняется еще не включить все всем пока доча дайте